В конце 20-х, в начале 30-х годов у замечательного советского писателя Михаила Зощенко появился рассказ, который называется «Беспокойный старичок». В этом рассказе речь шла об одном старике, который заснул литургическим сном. Я вам хочу предложить современную фантазию, написанную московским писателем Леоном Измайловым. Фантазия написана по мотивам этого произведения. Итак, «Беспокойный старичок» в 87-м. У нас недавно один старичок заснул литургическим сном. Правда, это известно-то потом стало, что он заснул. Это уже известно стало, когда мы этого старика уже почти... А в тот момент все подумали, что старикашка... Или как в народе говорят, что его Кондратья обнял. И понимаешь, этот старик был такой прям... В общем, бухгалтер. Бухгалтер у нас в Потребсоюзе. И он своей честностью... О, и он своей принципиальностью... Он нас всех извел. Всех. Представляю, что мы товарищи по работе бывало скажут... Степан Горьевич, подпиши эту бумагу. Подпиши эту бумагу. Мы втроем. Ты и я еще один раз по тысяче рублей. А он... Дай бы ману. Сволочь. Сволочь. Ему же ничего особенного за это не грозило. Ну, максимум года три. Ну, не больше. Понимаете? Не хотел садиться ни за что. Сволочь. Я тебе говорю, ну что. Только о себе думал. И вот из-за своего... Вот этого. Вот этого. Он вот имел отдельную квартиру. Всем видно, да? Ну, если задним не видно, передний потом покажут им. И всю свою жизнь он прожил в коммуналке, в одной комнатке со своей семейкой. Значит, он. Ну, рядом дочка его. Прямая наследница по части. Муж дочки тоже. Типчик тот еще. Носяра такой. Такой Носяра. Просто голову от ветра разворачивает. Он, когда на кухню выходил, сквозняк по всей коммуналке стелился. И их не ребеночек с ними. Вылитый старик только с зубами. Ну, вот. Да, да. Забыл сказать. Этот старик в очередь на жилье в райисполкоме стоял с 1900... Сейчас я точно скажу. С 1900... Когда у нас Деникин разбили. Ну, не важно. Ну, не важно. Не важно. В общем, в конце концов, очередь ему подошла. А он взял и, по мнению родственников, отдал концы. Дочка в истерике, без старика вообще никакую квартиру не дадут. Без него у них метражу получается на человека больше на 18 сантиметров. Кто им квартиру даст? Ты что? Ой, они уже деньги на мебель долг собрали, все. А он взял и отбросил сандалии. Сволочь. Сволочь. Только о себе думал. Отбросил сандалии. И прям без сандалиев лежит. День лежит. Семья, конечно, ничего никому не рассказывает. Ждут, когда им ордер выпишут. Да, так пусть лежит, что он. Жрать не просит. Ну, вот. Он два дня лежит. Вдруг на третий день сосед по коммуналке что-то неладное учуял. И по коридору... И надеюсь. Поэтому, когда дочка из комнаты вышла, как у нее к дверям припер, говорит, где наш другой Степан Город? Почему его третий день не видать? Ой, она вся прям затряслась, говорит, вы знаете, он, говорит, и это все уже, он все. Занят очень. Сосед говорит, чем он так сильно занят, что он даже третий день в туалет не ходит. Она говорит, а вы откуда вы знаете? Он говорит, я его там ждал средний день. И просто рвется к ним в комнату. Она его не пускает. За это он на них наслал скорую помощь. Это скорая, часа через два приехала. Чего? Через два нормально, ничего. Нормально, это же не очень скорая. Ну вот. И приехал к ним врач, и он этого старика слушает, 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 слушает. Потом говорит, наверное, я оглох, я вообще ничего не слышу. И опять он его слушает, слушает, читает через полтора, как зарет. Дочка говорит, что с вами? Мне, говорит, сдается, что вы сами его отравили. Она говорит, вы что? Вы что? Вы понимаете, что вы говорите? Как же мы... Вы что, говорит? Как мы его могли отравить, когда мы вообще его дома не кормили? Вы что здесь? И муж дочке подключился и говорит, ладно, все, кончайте здесь людям голову морочить. Или какую-нибудь имуклизму ставьте. Против среднего уха. Или давайте, гуляйте отсюда. А врач говорит, нас не учили мертвых лечить. И тут дочка поняла, что врач уперся. И она его начинает уговаривать, обхаживать. Мы все понимаем, может он действительно прижмурился. Но нельзя ли как-нибудь сделать, чтобы еще дней 7-10, максимум месячишку, чтобы... Ну, чтобы для всех-всех он был живой. Ну, что-нибудь туманное в больничном напишите. Такое, типа, что-нибудь такое, ну, не знаю, типа, типа, там... Частично скончался. Врач говорит, мне все равно. Я сейчас напишу по-латыни. Дал дуба. А вы сами расшифровываете, как он себя чувствует, и что именно у него частично скончался. Ну, квартира накрылась, это понятное дело. Но старика надо было еще похоронить. Когда у нас в Потребсоюзе узнали, что старикашка приказал долгой жилье... Прямо все с облегчением вздохнули, потому что открылась перспектива. Я вам честно скажу, что мы... Прямо не жалея никаких государственных средств... Стали оформлять похороны. Лишь бы только побыстрее увидеть своими глазами дорогого Степана Горыча... Как говорится... В светлые обуви. И приехали на кладбище и митинг. Откой это был героический старичок. И как его честность, и как его принципиальность помогала строить светлое будущее Потребсоюзе. А двое сослуживцев, которые могли липо подписывать насилие, стоят в почетном карауле. Прямо в изголовье. Оба радают, один говорит другому. Эти мужики, которые могилу рыли, 80 рублей садрали. Второй говорит, а ты что переживаешь? Мы на оркестр выписали 320 на 8 музыкантов. И новинки 240. Все нестрашные денежки вот здесь, вот они. Вечером будем делить. Когда все стали прощаться... Вот этот вот... Подходит к старику, нагибается. Говорит, прощай, дорогой Степан Игород. А Степан Игород... Обнимается сослуживца за шею. И говорит, а ты сукин сын. Не прощай, а здравствуй. Я, говорит, уже давно не сплю и все слышу. И все дам... Опять... У сослуживца глаза из орбит полезли. Он стал старика от себя отдирать. Орать дурным голосом, скорее крышку забивайте. Старик, как оттуда его выскочил. Как начал белыми тапочками размахивать. Кричит, сейчас вам всем покажу светлое будущее. Народ сразу... Чик-чик-чик-чик-чик. Сразу все в рассыпную. Ой. Да ему родная дочка на перерез криком. Папа, не вернулся. Папа, не вернулся. Пошли за ордером. Он и дочки врезал. Да? Ты думала, меня вместо восьми метров там здесь на двух положить? На. В общем, хотите, верьте. Хотите, не верьте. Народ, ломая ноги. Понес из кладбища. А старик еще долго над своей могилой буянил. Отобрал у мужиков 80 рублей. Клянусь, отобрал. Орал, что за эти деньги он ним сам могилу вырвел. Он возмущался, что гроб дешевый. Что речи формальные. Потом пришел домой, стал один по себе поминки справлять. Ел и говорил, ой, при жизни никогда таких продуктов не видел. А на следующий день заявился в Потребсоюз, собрал весь наш коллектив. И начал запугивать. Сказал, запомните, сукины дети, что я к вам с ревизии из того света заявлю. Клянусь, собрал весь наш коллектив. Спасибо. 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 Спасибо.